Почему ты считаешь, что Чечня имеет право на независимость, а Абхазия нет? Почему лучше них? Я никогда не говорил и не говорю, что Абхазия или какая-либо другая республика, какой-либо народ, что они не имеют права. Я не могу такое сказать. Международное право даже дает им право. Даже международное законодательство, международное право, даже оно не лишает такого права. Однако, я говорю, что вопросы независимости отделения, они тоже должны быть в рамках международного права и они должны быть в рамках тех местностей, тех государств, которых это касается. Окупация территории какой-то третьей страной не может выдаваться за независимость этого народа. Вот в чем разница. Поэтому, имеют ли Абхазы право на независимость, на свободу? Конечно, они имеют это право. Но вот в пределах какой земли они имеют это право? Где их земля? То есть, какие должны быть границы у этого независимого государства? И самое главное, с кем они должны решать этот вопрос? Вот что является предметом обсуждения и моего неприятия. То, что сегодня Абхазия, это не независимое государство, это государство, точнее, это территория Грузии, которая оккупирована Россией. Давайте уберем из этой схемы Россию и будем потом разбираться. Пусть Абхазы и Грузины решают вопрос независимости Абхазии, границ и территорий и так далее. А вот так вот, что пришли россияне, оккупировали часть территории, оккупировали Цханвайцкий регион, назвали это Южной Осетии, независимым государством. Но от того, что они так назвали, оно таковым не становится. Это не та ситуация, типа, как ты назовешь корабль, так он и поплывет. Нет, друзья, здесь с государственными территориями это так не работает. Субтитры подогнал «Симон»